Путь каждого человека в профессиональной карьере начинается с момента выбора им учебного заведения. И это непростой выбор, ведь он во многом определяет будущее. В Анапском сельскохозяйственном техникуме предоставляют качественное образование, благодаря которому его выпускники становятся высококлассными и востребованными специалистами. С момента основания и до сегодняшнего дня Анапский сельскохозяйственный техникум является одним из популярных и престижных учебных заведений Краснодарского края. Образование, полученное в техникуме, отвечает современным требованиям. Оно станет надежной опорой в жизни. В техникуме работают кандидаты наук, преподаватели высшей категории, заслуженные учителя России и Кубани. Мне очень много о нем рассказывали, очень много рекомендовали, сказали, что очень хорошие учителя, добрые, отзывчивые, это правда, за три года я это поняла на самом деле. Мне очень понравился этот техникум, и друзей я себе нашла, и так вообще не очень много всего. И опыт получила большой насчет практик, работу себе нашла. То есть, ну, очень хорошее место, я очень рада, что я сюда попала. Есть и бюджетные места, и стипендию хорошую платят, и вообще очень много всяких мероприятий, которые здесь проходят. Учеба в техникуме – это не только лекции, семинары, зачеты и экзамены. Это еще и насыщенная общественная жизнь, благодаря которой студенческие годы запомнятся особенно ярко и зачастую останутся главными и самыми дорогими воспоминаниями о молодости. Более тысячи студентов Анапского сельскохозяйственного техникума активно участвуют во всех молодежных мероприятиях города, занимают призовые места на научно-практических конференциях всех уровней, приумножая славу учебного заведения. Так, например, студенты техникума приняли участие в форуме рабочих профессий «Профифорум-2019». «Самое главное для каждого человека, чтобы работа, которой он занимался, по которой он работал, она доставляла ему удовольствие. И очень важно, чтобы ты правильно сделал свой выбор, нашел ту свою специальность, которая будет тебе интересна. Доставлять будет тебе комфорт, удовольствие в дальнейшем. И когда это будет тебе доставлять удовольствие и комфорт, ты будешь приносить пользу не только себе, но и всем окружающим». «Преподаватели хорошие, объясняют нормально. Я выбрала эту специальность, она перспективная. То есть в будущем строители всегда нужны, везде всегда идет стройка и так далее». «Именно эту специальность я выбрала, потому что у меня папа-строитель, дедушка-строитель, мама-инженер. И поэтому я тоже решила по стопам родителей пойти». «У меня все в семье строители, но большие перспективы, карьерный рост меня более привлекают. Хоть это не особо женская профессия, но проектирование, черчение мне нравится». Еще одна гордость Анапского сельскохозяйственного техникума – это победа в профессиональных пробах на обучение людей предпенсионного возраста. В этой программе могут принять участие женщины от 51 года до 55 лет, мужчины от 56 до 60 лет. Для этой категории граждан разработана программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по компетенции World's Kids «Виноделие». Обучение реализуется за счет средств федерального бюджета, то есть абсолютно бесплатно. «В этом году мы прошли проб-пробы и выиграли конкурс на обучение людей предпенсионного возраста, единственное в России по компетенции «Виноделие». «Мы планируем включить туда навыки, которыми овладеют люди предпенсионного возраста по знанию виноделия и навыки по работе в лаборатории, какие-то простые операции, которые будут по силам этим людям и они смогут потом производство и соответственно их реализовать». Сегодня Анапский сельскохозяйственный техникум готовит мастеров по 10 специальностям в области строительства, агрономии, виноделия, садово-паркового и ландшафтного строительства и гостиничного сервиса, информационных систем и животноводства, технологии переработки сельскохозяйственной продукции и технического обслуживания автотранспорта. Мне всегда была интересна эта специальность, когда в детстве нам говорили, что алкоголь – это плохо, алкоголь не употребляется. Мне всегда было интересно именно почему. И тогда я больше начала углубляться в эту тему и поняла, что некоторые напитки не только усугубляют здоровье наше, но также и могут приносить в какой-то мере пользу. Надо сказать, Анапский сельскохозяйственный техникум отличает ряд показателей, таких как материально-техническая база, высокооквалифицированный кадровый состав. И в этом году, как и 120 лет назад, он продолжает набор абитуриентов, в том числе и для детей с ограниченными возможностями. Мы боялись, сразу скажу, это для нас абсолютно новое направление обучения таких детей с ограниченными возможностями здоровья. Но им очень у нас понравилось. Они социально адаптировались настолько, что многие родители приходили и просили взять на еще одну образовательную программу, увеличить срок обучения. Но было масса предложений, так как дети не хотели уходить. Они прям вот придумайте что-нибудь, чтобы мы пришли к вам на второй год обучения. В этом году у нас обучалось 12 человек, прекрасные детки. С ними занимается мастер производственного обучения Войтович Евгения Валерьевна. Огромное ей спасибо за этих детей, за подготовку, за обучение, за учебные практики, производственные практики. Но я по ним вижу, что они очень довольны. И вот сегодня вы снимали первый этап квалификационного экзамена. Настолько открыто и спокойно они отвечают, что я понимаю, что мы добились цели с этими детьми. Они получают свидетельства о рабочей профессии. Анапский сельскохозяйственный техникум – это постоянные встречи с интересными людьми, профессионалами своего дела. Это возможность получить качественное образование, обмениваться опытом со студентами и преподавателями из разных регионов и стран. Анапский сельскохозяйственный техникум – это счастье жить насыщенной жизнью. Оставаться в стенах одного из самых авторитетных и популярных техникумов в России. В этом году прием у нас составляет 475 мест. Из них 350 бюджет и 150 вне бюджет, принимаемые на 10 специальностей, которые у нас есть на нашем сайте. Особенностью нашего вот этого приема – это то, что в этом году поступающие, которые приносят договор целевого обучения, а это возможность заключения на начальном этапе с работодателем договора о том, что обучившись здесь, ребенок придет к нему на производство. Придя в приемную комиссию с этим договором, ребенок имеет право на преимущественное поступление. То есть даже если по среднему баллу он не проходит, но имея такой договор с предприятием, он имеет преимущество при поступлении. У нас два общежития, столовая, два спортзала, библиотека. Все условия, которые нужны студенту – очень хорошее, очень сильное структурное подразделение заместителя и директора по воспитательной работе, которое непосредственно работает с обучающимися. Очень сильный студенческий совет, который проводит невероятное количество мероприятий. Поэтому у нас очень интересно, я уверена, что нашим детям это понравится.